Конор Макгрегор и Пётр Ян провели битву взглядов в преддверии своего возможного поединка. Сам же Пётр Ян подтвердил, что его бой против Конора может состояться. В свою же очередь тренер Чарльз Альверы озвучил возможную дату боя с Махачевым. Ну а Павло Коста попросил UFC организовать ему бой с Чимаевым. Сегодня собрали для вас самые интересные новости из мира ММА. Вы же поддержите нас лайками и комментариями, а мы начинаем. Шавкат Врахмонов высказался в преддверии своего поединка против Стивена Томпсона. И он дал свой прогноз на это противостояние, сказав следующее. Конечно же в этом бою всё зависит от того, как он сам будет действовать. Но я же думаю, что моя игра в стойке не хуже, чем у него. И я даже уверен, что я могу победить его в стойке. Конечно же никто не смог перебить его в стойке. Но иногда он пропускает удары. Но я же никогда не видел, чтобы он проигрывал удушающим приёмом. В любом же случае, главное для меня в этом бою это выйти и победить. И конечно же в этом бою я буду стараться завершить этот поединок досрочно, как и всегда сказал Шавкат Врахмонов. Ну а бой Шавката и Стивена состоится уже 17 декабря. Диего Лима, тренер Чарльза Оливьеры, рассказал о том, когда и где они рассчитывают получить реванш с Махачевым. Оливьера хочет, чтобы реванш с Махачевым состоялся в марте до Рамадана. И это является нашей главной целью. Но если в эти числа не удастся организовать нам бой, то мы же дождёмся окончания Рамадана. И в этом нет никаких проблем, потому что сейчас мы никуда не торопимся. В любом же случае, турнир в марте это наш приоритет. Но самое главное для нас это, чтобы Оливьера дрался с Махачевым следующим, сказал Диего Лима. Друзья, ждёте ли вы второй бой Оливьера и Махачева? И как думаете вы, кто бы смог победить в таком реванше? Напишите своё мнение в комментариях, мы идём дальше. Павло Коста сделал заявление и обратился к UFC. С просьбой организовать ему бой против Хамзата Чимаева. Я настойчиво прошу UFC сделать нам бой с Чимаевым в Саудовской Аравии. Потому что лучшего мейн-ивента для турнира на Ближнем Востоке. Я даже и представить себе не могу. И я бы конечно там с радостью награл ему зад. Но похоже, что гурман Чен-Чен боится со мной связываться, сказал Павло Коста. Конечно же разговоров об этом поединке уже было много. Но будем надеяться, что когда-то этот бой состоится. И Павло Коста с Хамзатом Чимаевым покажут нам зрелищный бой. Ну а прошедшую ночью произошло то, чего никто не ожидал. Ибо Конор Макгрегор и Пётр Ян провели битву взглядов на прошедшем боксёрском поединке в Дубае. И как только эта ситуация начала набирать обороты в социальных сетях, то на разных источниках сразу появились новости, что невозможно проведут боксёрский поединок. Сам же Пётр Ян на фоне всего происходящего сделал у себя в социальных сетях следующее заявление. Конор Макгрегор против Пётр Яна. Скоро наиба официал написал Пётр Ян. А также и на этом турнире был Ислам Махачев. Но конечно же такой битвы взглядов никто не ожидал. А как думаете вы, если боксёрский поединок Пётр Яна и Конора состоится? То кто сможет победить в таком поединке? Будем ждать ваше мнение в комментариях.